Дарвиновский музей Дети Ну, во-первых, надо сказать, что между ними общего. Они относятся к отряду чешуекрылых и, строго говоря, все они бабочки. Но все-таки согласитесь, что когда мы говорим бабочки-мотыльки, мы понимаем, что между ними есть некие различия. Давайте попробуем в этом разобраться. Мотыльками чаще называют тех бабочек, которые ведут ночной образ жизни. Они, как правило, окрашены значительно менее ярко. Их окраска покровительственная, поскольку днем им нужно быть незаметными, например, на фоне коры деревьев, где они отдыхают. Дневные же бабочки зачастую, наоборот, очень яркие, привлекательные. И такая окраска им, например, помогает найти партнеров по спариванию, ведь главная цель бабочки – оставить потомство. Какие еще отличия у них есть? Если мы посмотрим на бабочек, то обнаружим, что у них усики, как правило, тонкие, нитевидные, и они заканчиваются утолщением на конце. Подобные усики называются булововидные. Если же мы посмотрим на мотыльков, особенно на самцов-мотыльков, то у них усики часто очень перистые, красивые, необычайно большие. И такие усики им совершенно необходимы, чтобы искать партнера в темноте. Самки бабочек источают феромоны, особые пахучие вещества, которые привлекают самцов. Так вот, представьте себе, что самец бабочки способен учуять самку на расстоянии до 10 километров, благодаря своим вот этим вот перистым усикам. Так что усики – это тоже такое очень важное отличие. Чем еще они отличаются? Давайте с вами посмотрим, как они отдыхают. Если мы посмотрим с вами на дневную бабочку, то мы увидим, что, как правило, отдыхая, она складывает свои крылышки вертикально. Если же мы посмотрим на мотылька, то, как правило, мотыльки складывают свои крылья горизонтально, как маленький самолетик. При этом верхние крылья закрывают нижние. Часто бывает, что у мотыльков на нижних крыльях, например, может быть заклачатый рисунок. Это способ отпугнуть рядом оказавшегося врага. Если рядышком, например, окажется какая-то насекомоядная птица, то мотылек, резко распахнув крылья и продемонстрировав крупный глащатый рисунок на нижних, сможет отпугнуть своего обидчика. По поводу крыльев. Еще один интересный факт. У бабочек, у дневных, есть уздечка. Это специальное такое приспособление, чтобы соединять передние и задние крылышки. И это позволяет бабочке при взмахах делать это синхронно. То есть она взмахивает передними и задними крылышками абсолютно синхронно благодаря уздечке. Ну а мотыльков подобного приспособления мы не найдем. Что еще? Как правило, мотыльки более такие пушистые, мохнатые. И у тех, и у других, и у мотыльков, и у бабочек и тело, и крылья покрыты чешуйками. Но чешуйки у ночных бабочек более крупные, поэтому они кажутся такими очень пушистыми. Вероятно, это помогает им, например, согреваться в холодные ночи. У бабочек же такой проблемы, наверное, не существует. Чтобы согреться, бабочка, когда наступает день, начинает очень быстро вибрировать своими крылышками, таким образом приводя себя в рабочее состояние. Ну вот, кстати, про мотыльков считается, что вот эта вот пушистость их тела, она не только позволяет сохранить тепло, но и также, например, позволяет сбивать эхолокацию летучих мышей. Такие вот пушистые мотыльки, они труднее обнаруживаются летучими мышами, которые используют эхолокацию, чем какие-нибудь бабочки, лишенные подобных чешуек длинных. Еще одно интересное отличие. Мотыльки, как правило, плетут шелковые коконы. У них очень хорошо развиты железы шелковые. И когда личинка бабочки собирается окуклиться, личинка, кстати, называется гусеницей, про гусеницей у нас снят отдельный ролик, посмотрите его обязательно. Так вот, когда она собирается окуклиться, она оборачивает себя шелковой нитью, получается такой пушистый мягкий кокон. Совсем иначе окукливаются личинки бабочек. У бабочки кокон открытый, он состоит из застывшего белка, и этот кокон тоже называется куколка. Так что, увидев куколку с коконом или куколку открытую, вы сразу поймете, какая это бабочка, дневная или ночная. Ну что ж, наверное, все. Вопрос получился немножко короткий. Пишите нам свои новые вопросы. Не забывайте подписываться на наш канал и ставьте лайк нашим видео, если они вам понравились. Пишите свои комментарии и обязательно приходите в музей. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok